Стоимость нефти может превысить отметку в 50 долларов за баррель, благодаря заявлениям представителей ОПЕК. Но если фундаментальные показатели будут ухудшаться, то сами по себе действия ОПЕК не смогут предотвратить кратковременное снижение цен. Крис Каринос, RMB Страны ОПЕК согласились на предварительную сделку по поводу сокращения объёмов производства впервые за последние 8 лет. После этого стоимость нефти значительно повысилась. Что вы думаете о таких новостях? По словам министра нефти Ирана и министра нефти Саудовской Аравии, а эти две страны играли ключевые роли в ходе очередного заседания ОПЕК в Алжире, страны не должны заключать какое-либо соглашение. Они аргументировали это тем, что их рынки не так развиты, как рынки нефти в других странах. Ирану было бы выгоднее достичь целевых показателей добычи на уровне 4 миллионов баррелей в день. На данный момент они добывают в среднем 3,6 миллиона баррелей нефти в день. С другой стороны, Саудовская Аравия настойчиво рекомендовала Ирану сохранять показатели добычи на уровне в 3,7 миллиона баррелей в день. Сама же Саудовская Аравия согласилась сократить объёмы добычи с 10,3 миллиона баррелей до 8-10 миллионов баррелей нефти в день. Мы считаем, что это не совсем справедливо, так как из-за сезонных факторов они бы всё равно сократили объёмы добычи на 400 тысяч баррелей в день. Я был удивлён, что странам ОПЕК удалось прийти к соглашению по поводу квот на добычу нефти. Конечно, на фоне этого цены на рынки нефти моментально повысились. Компания Goldman Sachs заявила, что если в будущем ничего не будет меняться, а страны ОПЕК будут выполнять условия соглашения, то цены на нефть могут повыситься на 10 долларов за баррель уже в первой половине следующего года. Учитывая всё это, как вы прогнозируете изменение цен на нефть в среднесрочной перспективе? Это интересный вопрос. Многие экономисты прогнозируют лишь примерный диапазон для цен на нефть, так как в последнее время стоимость этого ресурса была очень волатильной. Для меня интерес представляют недельные экономические данные США, которые содержат гораздо больше бычьих сигналов, чем медвежьих. Несомненно, нужно учитывать отчёты Международного энергетического агентства и ОПЕК. Они говорят о том, что фундаментальные показатели рынка нефти ухудшаются. Если посмотреть на реальные показатели нефтяных запасов, то они постепенно сокращаются. При этом объёмы крекинга нефти для производства бензина и дизельного топлива всё ещё стабильны. Объёмы производства бензина даже повышались в последнее время. Это означает, что нефтеперерабатывающим фабрикам нужно будет больше сырой нефти для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо. На фоне последних новостей ОПЕК цены стремительно повысились. В будущем нужно будет посмотреть, какой будет ситуация с запасами нефти. Я полагаю, что цены будут постепенно снижаться к концу года. А в 2017 году они могут немного повыситься. И последний вопрос. Какие ещё индикаторы могут оказать значительное влияние на рынок нефти в краткосрочной перспективе? Участникам рынка, несомненно, стоит обратить внимание на еженедельные отчёты Министерства энергетики США. Многие учитывают только данные об объёмах складских запасов. Но, на мой взгляд, также стоит принимать во внимание и объёмы экспорта и импорта, так как эти показатели оказывают влияние на объёмы складских запасов. Также нужно понаблюдать за производителями нефти в континентальных штатах США. Они занимаются в основном добычей сланцевой нефти. Будут ли они увеличивать объёмы производства на фоне вышеупомянутого решения ОПЕК? Как мы видим, в последнее время стоимость акций повышалась. А это, в свою очередь, открыло возможности для притока капитала в эти компании. Это, несомненно, очень важный момент. Ну и, конечно, не стоит забывать о ежемесячных обзорах рынка нефти от Международного энергетического агентства и Министерства энергетики США, и, конечно же, ОПЕК. Информация из этих отчётов покажет, изменится ли в октябре нисходящий тренд, который преобладал в сентябре. Если тренд изменится, то это будет скорее аномалией. В тех прогнозах, которые были опубликованы в сентябре. И это будет означать, что рынки среагировали на изменения рыночной ситуации намного быстрее, чем вышеупомянутые организации. Крис, спасибо за ваши комментарии. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас ещё множество интересных программ. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...